С 22 февраля заканчивается льготный режим растаможки для владельцев евроблях. Его запустили три месяца назад. Тогда, 23 ноября, президент Петр Порошенко подписал законопроекты, которые легализуют евробляхи. Ставку на акцизный налог при растаможке снизили вдвое. Отменили и наказание за нарушение украинского таможенного законодательства. Все для того, чтобы перевести евробляхи на украинские номера и заодно пополнить бюджет. Мы видим на сегодняшний день, что льготный период не будет продлен. Это, конечно, минус. Но, тем не менее, за последние три месяца, которые он был, было растаможено достаточно много автомобилей среди тех, которые хотели растаможиться. За неделю до конца действия льготного режима в сервисном центре МВД на Королева не протолкнуться. Ажиотаж предсказуемо пришелся на последнюю неделю. Люди спохватились регистрировать свои авто. С наплывом помогают справляться электронные очереди. Что с начала действия закона 1077, территориальным сервисным центром 5141 зарегистрировано 1600 транспортных засобов с колишней иноземной регистрацией. На сегодняшний день тенденция увеличения есть и она очень большая. По словам автовладельцев, процедура занимает не более одного дня. Если машина уже растаможена, ее необходимо просто зарегистрировать. На Одесской таможне заявили, что готовы оформлять евробляхи круглосуточно. Так что больших проблем с процедурой нет. Таможня после согласования с институтами гражданского общества перешла на круглосуточный режим растаможки. Мы четко видим, что на сегодняшний день система работает достаточно слаженно. Ребята, что могут, то успевают. Сегодня, конечно, как видите, народу очень мало. Вчера, позавчера, там пару дней назад очереди стояли, я думаю, квартала за два отсюда. Очередь тянулась, очень много машин было. Ну, был маленький дискомфорт, ну, пару дней. А так, в принципе, нормально все справляются. Ажиотаж в последние недели объясняют и тем, что, несмотря на льготы, растаможка по-прежнему остается дорогой. Соответственно, владельцы евроблях вынуждены были искать круглые суммы в период, отведенный правительством. Собрать даже две тысячи евро могли не все. Но, боясь новых штрафов, некоторые люди брали взаймы. Это невыгодно, но выбора у людей нет. Отдавать, допустим, такой автомобиль на болты, примут его где-то приблизительно полторы-две тысячи долларов, не больше дадут. Если его растаможат, то на украинских номерах я, по крайней мере, если его продам, я верну стоимость автомобиля, которую я заплатил в Литве, допустим, за этот автомобиль. То есть, он стоит там 4 тысячи евро в Литве. Вот я добавил сейчас еще 173 тысячи гривен, чтобы растаможить только его. Добавлю эти деньги, как бы я выйду, в принципе, на среднюю рыночную стоимость автомобиля здесь, в Украине, на украинских номерах. Поэтому безвыходная ситуация. Отдавать на болты невыгодно, только таможить. Ну, этот закон поставил всех на колени просто, да и все. Люди залазят в банки, в долги, в кредиты. Если уже дали такую, типа, льготную растаможку, хотя она не льготная, то сделать ее полгода хотя бы. Человек должен хотя бы собрать эти средства, эти 2,5-3 тысячи долларов. У него нет на сегодня. За три месяца льготного режима украинцы растаможили более 160 тысяч автомобилей на евро-номерах. Но остались и другие. Те, кто считают, что и льготная ставка растаможки несправедливо завышена. Они менять евро-номера не собираются. Растаможка, которая стоит 3 тысячи евро, это недоступная растаможка, я считаю. Если на сегодняшний день растаможка 120%, ну, это нереально. Товар много дешевле, чем сама растаможка. До мая все еще действуют льготные условия в части ответственности за ввоз евроблях. Это значит, что растаможить авто можно будет без уплаты штрафов, но уже по полной ставке. А с мая правительство обещает взяться за евробляхеров. При превышении срока транзита более чем на месяц нужно будет заплатить в бюджет 170 тысяч гривен. Предусмотрена и конфискация авто по решению суда. Ответственность за вождение автомобилей на европейской, на иностранной регистрации с нарушением таможенного режима и так далее вступает в действие с мая. То есть штрафы, так называемые штрафы по этим законом, вступает в действие чуть позже. Поэтому еще у граждан есть время до мая, до вступления в силу именно вопросов, связанных со штрафами, чтобы растаможить машину, только уже не по льготной ставке акций. Те, кто отказались растаможить свои авто, поделились на два лагеря. Одни собираются требовать у власти новых и больших льгот, а вторые планируют поставить машину в гараж до лучших времен. На сегодняшний день не все автомобили целесообразно растамаживают, даже по льготным ценам. То есть тот автомобиль, который у меня, он очень старый, не имеет смысла. Сумма превышает раза в три. Более, чем автомобиль, который находится здесь в Украине, допустим, приобрести его в том состоянии, который он есть на украинской регистрации. Что делать? Ничего не буду делать, просто оставлю курятник, будем разводить курей, что делать? Другого варианта нет. Так или иначе, но всего за один месяц действия закона бюджет за счет евробляхеров пополнился почти на 2 миллиарда гривен. Насколько жестким будет правительство в своей политике евроблях, станет понятно уже в мае. Вероятно, компромиссным могло бы стать решение улучшать сферу общественного транспорта. В развитых странах общество признает, что право на собственный автомобиль не абсолютно. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал Репортер.